И снова всем привет-привет, друзья! С вами Маруся, и мы продолжаем озвучку фанфика перед тем, как ты уйдёшь. Но вначале хотелось бы сказать пару слов о сегодняшней ночи. Мы с вами пережили Грэмми, мы с вами не получили Грэмми. Очень-очень неоднозначные эмоции. Вернее, эмоции-то однозначные, правда, девочки? Вообще, что вы думаете по всему этому поводу? Давайте пообщаемся с вами на эту тему в комментариях. Ну и на этом всё. Не будем заострять внимание, движемся дальше. Мы любим наших парней. Они самые лучшие на всём этом «празднике жизни» в кавычках вчерашнем. Наши парни были самыми лучшими и самыми адекватными. Ну а у нас на очереди часть шестая фанфика перед тем, как ты уйдёшь. Называется она «Демоны» и поехали. Кстати, если вы до сих пор ещё не были на моей странице на Boosty, обязательно зайдите, посмотрите. Там более 40 фанфиков в моей озвучке. И там же мы 17 апреля будем смотреть концерт наших мальчиков. Ну что, поехали. «Нет! Я сказал нет! Я оглядываюсь назад и знаешь, Чон, что я вижу? Твой болт уже по самые яйца в моей жопе. И ты начинаешь им двигать. Нет, и ещё раз нет! Так не пойдёт!» Чонгук сконфуженно кашлянул. «Извините, суперинтендант, за это. Но я всё же буду настаивать на своём». «На своём он настаивает! Один из наших погиб! Я не буду это скрывать! Ты хоть понимаешь?» Он наклонился ближе к Чону. «Что сейчас здесь проверяющий? Нас же всех нахрен отправят на биржу труда! И мы больше не будем претендовать на должность полицейских! Нет! Дворники! Это будет нашей вершиной!» «Нормальная работа», — заметил Юнги, который вместе с напарником находился сейчас в кабинете шефа. «Метёшь себе улицы, напиваешь бульторны, и ничего тебя больше не гребёт. Я бы даже сказал, что прелестная работёнка». «Я очень плохо знал детектива Анна. Мы с ним никогда по-настоящему даже не общались. Поэтому я не могу скорбеть по нему, как по человеку». Чунгук сделал паузу, пытаясь правильно сформулировать свою мысль. «Но он был опытным детективом и хорошим сослуживцем. И здесь я скорблю вместе с вами. Его бывшая жена сейчас живёт в Кюнсане. Я связывался с ней. Она дала своё согласие на то, чтобы мы действовали в интересах следствия». «Ты серьёзно думаешь, что убийца работает в нашем участке?» Помолчав, уже спокойнее спросил шеф. Он перестал метаться по кабинету и теперь остановился у окна и наблюдал за тем, что происходило на их заднем дворе. А там его копы быстренько, пока мрачно проверяющий Чонгасок не видел, пытались прикрыть дыру в стене каким-то плакатом. Суперинтендант присмотрелся и даже увидел, что это плакат Риты Хейворд. «Он убьёт их нахрен. Ну, сто процентов убьёт. Сначала вытащит массивный болт Чонгука из своей задницы, а потом пойдёт убивать этих придурков». Гук покачал головой. «Нет, я так не думаю. Но я боюсь, что его смерть используют против нас. До того, как мы завершим расследование. Поэтому я очень прошу вас разрешить не объявлять о его гибели». «И как ты себе это представляешь? Нужно будет опросить всех его сослуживцев, напарника, родственников, соседей. И что мы им скажем?» «Ну что, детектив Ан пропал», — быстро сказал Гук, пока шеф не передумал. «И его исчезновение, может быть, как-то связано с нашими убийствами». «Хм...» — суперинтендант задумался. А Чонгук внутри уже ликовал. Победа была за ним. Пока Чонгук и Юнги отдувались в кабинете шефа, Техен достал свой телефон, решив разобраться с тем, что его по-настоящему волновало. «Ви...» «12.12». «Мне кажется...» «Малыш любит тебя больше, чем меня». «Оракул...» «12.13». «Это тебе только кажется. Он любит нас одинаково. Нельзя же любить больше маму или папу». «Ви...» «12.16». «Ты так думаешь?» «Оракул...» «12.16». «Конечно». Техен решил не откладывать долгий ящик этот важный и животрепещущий вопрос и сразу же пошел искать Чхве Бамгю. Тот сидел за своим рабочим столом и составлял какой-то отчет. Убедившись, что рядом никого нет, Ким сразу же с места в карьер атаковал его. «Малыш, а скажи мне, кого ты больше любишь? Маму или папу?» Бамгю вздохнул, отложив ручку, который как раз делал какие-то пометки в своем блокноте и поднял голову. Прямо над ним возвышалось заинтересованное лицо его босса. «Ну, вы же знаете, что у меня нет родителей», спокойно ответил он. «Да, но если бы были, не он и мал, сытыхен, кого бы ты любил больше?» Бамгю помолчал, задумчиво глядя на Кима. «А вы себя кем считаете, моим папой или мамой?» В конце концов, поинтересовался он. «Ну, папой, конечно же». «Тогда маму». «Ты ее нахнул! Вот же паршивец!» Он вышел из приемной суперинтенданта, кипят возмущение, на ходу набирая сообщения. «Ви, 12.25». «Малыш любит тебя больше». «Оракул, 12.25». Веселый смайлик. «Ну, не гады! Ведь точно же сговорились!» «Ты вечно в телефоне», недовольно проговорил Чунгук, который как раз вместе с Юнги возвращался от шефа и увидел Кима в коридоре. «Собирайся, мы выезжаем на место преступления». «Эта история повлияла на меня?» Чунгинсон низко склонил голову. «Сконцентрироваться было сложно, и он взял в руки небольшую коробочку с разноцветными мелками и стал нервно ее крутить. «Я впервые столкнулся со смертью, да еще и в таком ужасном виде. Конечно, я бы в обморок там грохнулся, но со мной были племянники, и я не смел их подводить. Я же должен был быть их опорой и примером для них, ведь так?» Юнгей кивнул, но промолчал, в прошлый раз заканчивая допрос о том, но Мин знал, что его напарник хотел опросить главного свидетеля сам. Чунгук молча сверлил своим взглядом Янсона. Они посетили магазин его родителей, где Янсон подрабатывал, и для того, чтобы спокойно пообщаться с полицией, тот даже повесил на дверь табличку «закрыто». Видно было, что Янсон всячески хотел им помочь. «А где вы были 31 октября в промежутке с трех до пяти утра?» «Теперь, когда Сакджин предоставил приблизительное время смерти, уже можно было отсеивать подозреваемых с помощью наличия или отсутствия у них алиби». «Это в ту ночь, когда мы с мелкими обнаружили это?» «Точно». Юнгий покопался в кармане и нашел леденец, который тут же отправил в рот. «Дома, спал, в своей кровати. Я живу с моими родителями. Наша квартира здесь, на втором этаже». И Янсон указал рукой наверх. «А доказательства?» «Ой, что стал переживать?» «Это же ночь! Я в это время крепко спал один. Но, знаете, моя мама спит очень чутко. Если бы я куда-то вышел, она бы услышала это. Видно было, что он жутко переживает из-за того, что его считают подозреваемым». «Да вы у нее спросите!» «А мы спросим». Кивнул Чунгук. «Есть что-то, что вы бы хотели добавить к своим предыдущим показаниям?» «Да», – тот согласно кивнул. «Я думал об этом всю ночь. Мне кажется, я не все рассказал, что нужно было. Видите ли, было еще кое-что». «Говорите», – подбодрил свидетель Амин. Янсон продолжил слегка неуверенно. «Тогда на крыльце у меня постоянно было чувство, пока мы ждали полицию, что за нами кто-то наблюдал». «А почему у вас возникло такое чувство?» Тут же ухватился за его слова Чунгук. «Я очень чувствителен к таким вещам, и это было не что-то случайное. Кто-то находился рядом с домом и смотрел на нас. Я много думал об этом. Мне кажется, нет, я уверен, там все время был кто-то». Затем Чунгук показал ему фотографию детектива Анна, но тот только покачал головой, он видел его впервые. Больше ничего нового от Чо Янсона они не узнали. Но пищу для размышления он им все же дал. Тихен за время беседы не проронил ни слова. Он бродил по небольшому магазинчику 24 на 7, забитому самыми разными вещами первой и не самой первой необходимости. Тея остановился возле стойки с магнитиками и брелоками и задумчивым взглядом его рассматривал. Перебирая небольшие брелоки, он выбрал один металлического медвежонка с крутящимися в разные стороны ручками и ножками. Ким расплатился с Янсоном за брелок и поспешил на улицу следом за вышедшими ранее напарниками. «Давайте перекусим», проворчал Юнги, указывая на закусочную на противоположной стороне. «Ну и заодно все обсудим». Вне стен участка осталась неозвученным, но понятным всем. «Предлагаю постоянно проводить планерки вне кабинета. На всякий случай», продолжил свою мысль Мин, когда все трое уселись над небольшим столиком, спрятанным в нише. «Тогда будем уверены, что никакой утечки не будет». «Почему ты доверяешь ему?» Чунгук кивнул в сторону «Тэ», который как раз изучал меню, слегка приспустив на нос свои очки. Тот тут же вскинул голову и обиженно посмотрел на Гука. «Почему?» удивился Юнги. «А мы чё, ему что, не доверяем?» «На всякий случай уточнил он». «Нет». Сказав это, Чун отобрал у Тихёна меню, которых на столе лежало еще два. А Мин и Тэ только обменялись взглядами. «А давай, пока он не докажет обратное, мы все же будем ему доверять», предложил Юнги, взглядом извиняясь перед репортером за очередной выпад своего напарника. А Чунгук, между прочим, внутри закипал от обиды, что вечно недовольный Мин, тем не менее, настолько проникся лживым журналистам. «Думаешь, нам есть в участке чему опасаться?» спросил он у Юнги. «У меня как-то был друг», встрял Тихён, который взял в руки другое меню и снова начал изучать его вкусные предложения. Он, к слову, был полицейским, и полицейским неплохим. Честным, отважным. Однажды он участвовал в наркотической облаве, после которого таинственным образом исчезло более ста килограмм конфискованного героина. «Ну да, такое бывает», добавил Те, ощутив, что Чунгук перестал делать вид, что читает, и принялся в упор смотреть на него. Он был непосредственным участником рейда, поэтому очень хотел докопаться до истины и понять, что же на самом деле произошло. Как и сказал детектив Мин, оказалось, что и у стен есть уши, потому что спустя короткое время его активного одиночного расследования к нему неожиданно наведали следователи из отдела внутреннего расследования. А еще спустя такое же короткое время он оказался главным подозреваемым в исчезновении этих самих ста килограмм героина. Те Хюн замолчал и поднял руку, подзывая официантку. Когда та приняла заказы от всех троих, Чунг нетерпеливо напомнил. «И? И что было дальше?» Те пожал плечами и перевел свой взгляд в окно. И его долго таскали под опросом, отстранили от работы, подбрасывали улики, которые бы свидетельствовали против него. Нападали на него в темных переулках и отбивали почки и даже подержали немного в камере предварительного заключения. Всякое было. Затем ему дали выбор. Он обо всем забывает и уходит из полиции по собственному желанию, иначе... «Иначе что?» Гук сверлил Те взглядом. Он понимал, что тот рассказывает эту историю не просто так. Иначе ему не жить. И перспектива тюрьмы покажется ему прелестными и милыми цветочками. Так что да, нужно быть осторожнее. Не знаю, что у вас там в вашем отделении происходит, но что-то точно происходит. «А что он выбрал?» «Кто?» «Тот полицейский». «Он ушел из полиции». Удивился Те. «А что, по-твоему, он мог еще выбрать?» «И где он сейчас?» продолжал допытываться Чон. «Никто этого не знает». Чонгук откинулся на стуле, наблюдая за Кимом, который о чем-то задумался, продолжая глядеть в окно. С Техеном что-то произошло, тогда, когда он ушел из академии. Не связано ли это с той историей? «Ничего, Чонгук разберется совсем». «Он в этом не сомневается». Юнги, который молча слушал Кима, отмер и сделал глубокий глоток воды. «Че только не бывает в этом мире», пробормотал он. «Просто бывает. Работа в полиции не самое простое дело. Но все же, давайте вернемся к насущному и обсудим наше расследование. Если верить, че я сону...» Кто-то наблюдал за крыльцом. «Там везде частные дома и незаметно просто так не постоишь. Если убийца хотел своими глазами увидеть, как плоды его труда обнаружат, он должен был там находиться длительное время. А значит, его бы заметили. Чужак долго бы не потоптался по району. Соседи все всегда видят, даже если умалчивают об этом». «Согласен, детектив Мин», Чунгук продолжал хмуро изучать Кима, но мыслями уже вернулся к их расследованию. «Убийца или убийца? Могли быть либо на машине, либо в одном из домов. Как только придут записи камер, мы уже будем знать, что искать». «Насколько вероятно, что убийца живет по соседству с местным обнаружением останков?» подключился к разговору Те. «Ну, такое может быть», заметил Юнги. «Тогда убийца либо тупой, либо смелый, либо наглый, либо все вместе». «Кто узнавал у Рубика?» поинтересовался Умина Гук. «Рубик – это наш информатор», пояснил Те Хену Юнги. «Да, он говорит, что не слышал, якобы кто-то хвастался тройным убийством». «Никаких обрядов посвящения в банды тоже не было, там все глухо». «В тихом семейном благоустроенном квартале обычно происходят самые страшные вещи», сказал Те Хен, но замолчал, чтобы не пугать официантку, которая как раз принесла их еду страшными историями. «У нас есть подробная карта этого района?» Чунгук молча включил свой планшет и загрузил карту. «Район, где были обнаружены следы тройного убийства, на самом деле был совсем небольшим, огражденным от соседских строений с одной стороны, дорогой, с другой, парком, с третьей, промышленной зоной и с четвертой, заброшенным пустырем. Он был построен много лет назад для работников стекольного завода, но тот завод уже давным-давно закрылся, а дома по нескольку раз после этого перестраивались и перепродавались. 15 частных домов. «Каков шанс того, что в одном из них живет маньяк-убийца?» Юнгий, Чунгук и Техён уставились на подробную карту, где схематически были изображены все эти 15 домов. «Мне нужна информация о жителях всех этих домов», в конце концов, произнес Чунгук. «Пусть за это возьмется патрульный юн. Еще нужно будет перелопатить все недавние дела детектива Ана. Он мог что-то где-то заподозрить и поплатиться за это». «Ты переоцениваешь возможности одного человека», заметил Юнгий. «Кюнэлю нужна будет подмога». «Ну, значит, пусть барометр подыщет ему кого-нибудь в помощь. Нам нужна еще парочка новичков, чтобы разгребали информацию». «А что шеф скажет?» засомневался Мин. «Шеф согласится». Юнгий задумался. «Следует как можно быстрее проработать жителей всех пятнадцати домов и отсеять тех, кто не подходит». «А еще нам необходима консультация психиатра», напомнил Тихен. «Он думал, что Чунгук выскажет недовольство от его предположения, но тот сумел его удивить, согласно кивнув. «Нам нужен не просто психиатр, а узкий специалист в этой сложной тематике». «Я займусь этим». вызвался Те. Возражений ни у кого не было. «Эта линия может быть тупиковой», задумчиво сказал Чунгук, когда они быстро поглощали пирог с кремовой начинкой на десерт. «Все, кроме Юнги, взяли черный кофе». «Минжи заказал огромную чашку капутина и бросил туда несколько ложек сахара». «Мы исходим из того, что сказал Чунг Ясон. Но нам в любом случае следует проработать всех жителей района. Но ни в коем случае не зацикливаться исключительно лишь на этой версии». После короткого обеденного перерыва они решили опросить ближайших соседей и Дживона, и его жены Мисук. Конечно, надеяться, что все будут дома нельзя было, но все же. Вскоре к ним присоединился патрульный Юн, который закончился своими заданиями. «Мы с детективом Мином возьмем эти дома», Чунгук указал их на карте. «Патрульный Юн и репортер Ким возьмут эти». «Я надеюсь на вас, патрульный Юн, что вы сделаете все как надо». «На меня он, конечно же, не надеется», в очередной раз внутренне иронично усмехнулся Те. «В доме, который находился справа от дома супругов И, Юнги и Чону никто не открыл». «А почему ты поставил двух неопытных вместе?» негромко спросил Юн, когда они подошли к следующему, который находился чуть дальше по улице. «Но почему же неопытных?» удивился Гук. «Один полицейский, который не раз уже делал опросы свидетелей, другой журналист, который, и я в этом не сомневаюсь, должен был за свою карьеру проинтервьюировать сотни людей. Вот и посмотрим, на что эти двое способны и что они могут по факту нам предъявить». «А кого ты проверяешь, патрульного Юна или Кима?» «Обоих». «Да играешься», проворчал Мин. «А вдруг они что-то упустят или испортят?» «Тебе нужно было пойти с репортером, а я бы на себя взял патрульного». «Это почему-то я с репортером тут же встал в позу Чон?» «Да без проблем, в следующий раз с Тихеном пойду я», легко согласился Юнги. «Ну уж нет, никуда ты с ним не пойдешь». Чонгук был недоволен и таким раскладом вещей. «Ты собака на сене», негромко сказал Мин и нажал на дверной звонок. «Им открыл совсем молоденький паренек, лет семнадцать и не больше». «А родителей нет дома», сразу же сказал он, как только напарники предъявили ему свои удостоверения. «А мы можем войти?» спросил Чон. «Тот смотрел на них сожгучей смесью любопытства, недоверия и интереса». «Я не знаю, но хорошо, заходите». Дом был небольшим, внутри было чисто, но ремонт в последний раз здесь сделали не один десяток лет назад. Этот район был достаточно благополучным, но эта семья, видимо, разительно выбивалась из общего контингента. «А вы по поводу тех убийств?» поинтересовался паренек. «Да», Чонгук кивнул, осматриваясь небольшой гостиной. «Обстановка была небогатой». «Тебя опрашивал кто-нибудь из полицейских по этому поводу?» «Тот отрицательно покачал головой». «Как тебя зовут?» «Кан Суу». «А твоих родителей опрашивали полицейские?» «Тот только пожал плечами». Чонгук посмотрел свои электронные заметки, рапорты об опросе жителей этого дома отсутствовали. «Суу, расскажи мне все, что знаешь», попросил Юнги, присаживаясь на предложенное ему продавленное кресло. Суу призадумался, складывая свои губы уточкой. «Ну, я точно не знаю, что произошло. Мне мама так и не рассказала, но я слышал, что здесь нашли части тела, глаза и голову». Взгляд парня мгновенно загорелся. «И кровь, много крови, и пальцы отрезанные. В школе только об этом и говорят». «Ты видел все сам?» спросил Ченгук, медленно обходя гостиную по четвертому кругу и внимательно при этом осматриваясь. «Нет, я был в школе, вернулся, когда уже все закончилось, поэтому говорю, что ничего своими глазами не видел». «А можешь сказать, где ты был 31 октября с трех до пяти утра?» Глаза Су снова зажглись. «Я типа подозреваемый?» «Типа зависаю в телефоне часов до двух, но как только его выключаю, сразу же вырубаюсь. Встаю в 6.30, в школе нужно быть к 8, так что я спал». «А тебе знаком этот человек?» Ченгук показал Су фотографию детектива Ана. Тот покачал головой. «Нет, впервые его вижу». Как только Гук и Юнги вышли за дверь, мент тут же сказал. «Он сразу же узнал детектива». «Ага», Гук задумался. «Тогда почему скрыл это?» «Нужно будет проверить, не фигурировал ли Кан Со У в каких-то делах детектива Ана». Патруль Ни Юн и Тихен остановились перед дверью соседей супругов И, дом которых находился слева. Им открыла молодая женщина по возрасту где-то ближе к 30. Увидев перед своей дверью человека в форме, Ана тут же занервничала. «Чем в большую теплую кофту?» «Мы опрашиваем всех соседей по поводу случившегося два дня назад», тут же ответил Кюнель, доставая свой небольшой черный блокнот. «Мы можем войти?» «Нет», быстро ответила она, «в дом заходить нельзя». Хозяйка дома поправила волосы так, чтобы они еще больше спадали на ее лицо, но Кюнель и Те сразу же заметили у нее большой синяк возле как можно мягче сказал патрульный. «Извините, но с чужими разговаривать нельзя, я не знаю кто вы, а удостоверение можно и подделать, здесь и так убийства произошли, пожалуйста, приходите, когда мой муж будет дома». Она быстро закрыла дверь, а Кюнель захлопнул свой блокнот. Некоторое время Те Хион и патрульный юн молчали, в конце концов Кюнель нарушил молчание. «Нам придется прийти сюда еще раз, когда дома будет ее муж». «А ты заметил, она ни разу не сказала слово «я», но два раза произнесла «нельзя», сказал Те. «Давайте проверим следующий дом». Через два часа все четверо встретились снова. Они обошли все пятнадцать домой, но информации насобирали не густо. «Что-то узнали?» спросил Чунгук. «Не так много», ответил Кюнель. «Патрульный юн, напишите подобный рапорт и отправьте мне его на почту. Я сейчас уезжаю, так что сегодня мы уже не увидимся. Планерка завтра в восемь, всем быть обязательно». «А ты куда?» удивился Мин, поворачиваясь к Чуну. «Напарник детектива Ана сейчас на переаттестации в Сеуле. Я договорился встретиться с ним сегодня вечером. Хочу лично с ним пообщаться. Вы с репортером Кимом возвращаетесь в участок вместе с патрульным Юном. Я быстро сказал «Тэ, хочу обстоятельно поработать над своей статьей, так что сегодня в участок я тоже не вернусь». Чингук смирил его подозрительным взглядом, но ничего не сказал. Поправщавшись, он сел в свою машину и уехал. Вскоре уехали юнги скинули. Только Тэхюн остался один. Он достал из кармана телефон и набрал сообщение. Ви 17 21. Мун Чонс Холь и Мун Йоджон. Араку 17 26. Жената 4 года. Он работает в автопрокате, она домохозяйка. Оу, за последний год 4 обращения в больницу. Она обращалась. Кровопотеки, ушибы на лице и ребрах, сломана рука, сломан нос и повреждения внутренних органов, сломано ребро и трещина в локтевом суставе, множественные ушибы, сотрясения. Заявляла на мужа, но сразу уже забрала заявление. Ви, 17 36. Домашнее насилие? Оракул, 17 36. Судя по всему, да. Не влезай в то, во что не влез бы я. Ви, 37. Значит, влезать? Оракул, 17 37. Влезай. Тебе нужна поддержка? Ви, нет. Тебе спрятал телефон, затем снял очки и положил их во внутренний карман, после чего достал из заднего кармана черные кожаные перчатки. Так и быть, он потратит немного внепланового времени на этого любителя распускать руки. Дорога до Сеула занимала около двух часов и до встречи с детективом Хваном у Чунгука еще оставалось предостаточно времени, которое Гук собирался потратить сумму, а именно окончательно выяснить все о Кимтехене. Чун собирался посмотреть, где тот живет, опросить его соседей, услышать все сплетни о Киме, узнать подробнее обо всех его привычках и обо всем, что только возможно. Чунгук больше не хотел сомневаться. Он хотел все знать наверняка. Техен обитал в новой модной высотке в дорогом районе Сеула. Вероятно, журналистика приносит неплохой доход, особенно если Ким пишет заказные статьи для сильных мира сего. Консьержу Гук ткнул под нос свое удостоверение и тот без вопросов пропустил его внутрь. Лифт на самый верхний этаж и вот он стоит у массивной черной двери с увесистой ручкой и золотым глазком. Чунгук нажал на звонок. «Конечно, Техена дома нет, но...» Дверь открылась. «Привет!» «Привет!» Чунгук удивленно оглядел появившийся на пороге парня, который держал в руках мелкую вертлявую собачку. «Может ли быть, что он ошибся дверью или чве барометр не дал неверный адрес?» «А здесь проживает Ким Техен?» «О, да, конечно!» Парень кивнул и затем улыбнулся. «Но его сейчас нет!» «А вы кто?» «Извините!» Тут, казалось, удивился такому напору незнакомца. «Полиция!» Чунгук достал и показал свое удостоверение. «А что-то случилось с Те?» «Разволновался парень и только ближе прижал к себе собачку!» «Да нет, все в порядке!» быстро успокоил Лавучон, продолжая сверлить взглядом собеседника. «Так кто вы?» «Я?» «Я живу здесь вместе с Те. Мы с ним соседи. Вдвоем, знаете ли, не скучно, вы понимаете?» В глазах парня заплясали хитринки. Чунгук ощутил, как неприятно скрутило где-то в кишках. «Ваше имя?» «Мое» «Минхо» «Чвиминхо» «Я могу осмотреть квартиру?» «Зачем?» Минхо определенно был против. Он тут же перестал улыбаться, а собачка зарычала. «Это нужно для Те Хена». «Да?» Минхо продолжал с сомнением глядеть на копа. «Если это нужно для Те, но только ненадолго. Мы гулять собирались». Он кивнул на собачку. Чунгук тут же прошел внутрь, оттолкнул при этом хозяина квартиры плечом, но тот промолчал невежливым манером полицейского. Гук прошел дальше, прямо из небольшого коридора, сразу же оказавшись в огромной со вкусом обставленной гостиной, выглядящей, как картинка из журнала «Мода и дизайн». Большой белый кожаный диван, огромная плазма на стене, мягкий белоснежный ковер на полу, зеркальная панель барного шкафа с рядом сверкающих бокалов, висящих на плетеной подставке над баром. Но вот что сразу привлекло внимание Чона, так это портрет Тихона во весь рост, украшающий одну из стен. Чон Гук так и застыл, глядя на гламурного, великолепного, изящного и сексуального Кима. Роскошный, чужой. Что-то сломалось в нем, пока он смотрел в эти красивые безразличные глаза. «Еще что-то?» между тем спросил Мин Хо, все так же держащий собачку и внимательно наблюдающий за Чоном. «Нет, спасибо». Гук развернулся и направился к двери. Уже на пороге, не оборачиваясь, бросил «до свидания» и быстро вышел. Он спустился вниз и смог нормально выдохнуть только в своей машине. Вот и все. Он хотел узнать правду, он ее узнал. Ким Тихен больше не тот Тихен, которого он когда-то давно знал в академии. Неизвестно, почему он решил бросить учебу, но все в жизни у него сложилось. У него высокооплачиваемая работа, шикарная внешность, дорогая квартира и крутой бойфренд. И собачка. Как же об этом-то забыть? Глубоко в душе Чонгук всегда хотел верить, что Тихен исчез не просто так, что его отобрали на какую-то жутко секретную миссию или он был куда-то завербован. Поэтому все и почистили, будто Кима никогда и не было в его жизни. Чон злился, что выбирая между миссией и им, Чонгуком, Те тогда выбрал не его. Но все же держался за эту иллюзию, что у Тихена не было выхода и нужно было в срочном порядке принимать решение. Поэтому сейчас, когда Ким снова появился в его жизни, Чонгук отчаянно хотел доказать себе это, что Тихен на какой-то секретной службе. Тогда можно было бы продолжать верить, что оставил он его не по собственному желанию. Но все оказалось куда прозаичнее. Тихен его просто бросил и живет своей красивой, люксовой жизнью. Он закончит свое дело в их городе и приспокойненько уедет своему модному бойфренду и статусной собачке. Чонгук снова даже втихаря от самого себя позволил себе поверить в такие сладкие и такие болезненные иллюзии. Но это только ему все еще было больно. Только ему. И на сегодня это все, друзья мои. Вот такая получилась глава. Ну, естественно, Чонгук будет переживать. Естественно, Чонгуку будет больно, когда, понимаешь, когда ты любил этого человека, да, и понимаешь, что он тебя просто бросил. Конечно, это очень больно. Но я думаю, что не все так просто. Продолжение следует. А с вами была Маруся. Совсем скоро встретимся. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok